В Лиде прошли Пятые рождественские епархиальные чтения. Они проводятся в нашем городе уже пятый год и всегда на них рассматриваются вопросы духовной и патриотической направленности. В преддверии 75-летия Великой Победы их организатор Лидская епархия акцент сделал на теме Великой Отечественной войны и подвиги белорусского народа. Мероприятию предшествовал молебен в Свято-Михайловском кафедральном соборе, в котором принял участие епископ Лидский Сморгонский Порфирий. Перед участниками Пятых Лидских рождественских епархиальных чтений, педагогами, работниками публичных и церковно-приходских библиотек и военнослужащими выступили профессора и преподаватели высших учебных заведений из Гродно и Минска. Они рассказывали о пастерском служении православного духовенства в годы Второй мировой войны, о православной миссии во время Великой Отечественной преподобномученика Серафима и наследии Великой Победы в подвигах наших земляков. В рамках проведения рождественских епархиальных чтений работали секции по религиозному образованию, катехизации, социальному служению, библиотечному делу, сотрудничеству с вооруженными силами и правоохранительными органами, а также по молодежному и миссионерскому служению. Вспоминает о той великой ответственности, которую несет каждый из нас за тот мир, в котором мы живем, какой ценой достался этот мир и что мы должны делать, чтобы сохранить этот мир. И безусловно, вот эта тематика, она, наверное, очень важна и для духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания нашего молодого поколения. Потому что мы с вами еще, наверное, слышали рассказы наших дедушек, прабабушек об этом страшном времени, а молодежь, она уже только читает это из книг или смотрит фильмы. И, конечно, возобновление этой памяти, уделение внимания этой тематике и со стороны историков, и со стороны исследователей, оно очень важно для нас. И, конечно, главная мысль этих членов, что Господь должен сохранить вот этой трагедии наш народ. И мы должны помнить о особой миссии, то есть хранить этот мир, оберегать наши семьи. А это все делается через любовь к человеку, через любовь к своему ближнему. И, конечно, вот эти встречи, они очень важны, когда мы собираемся, когда мы обсуждаем, когда принимаем некоторые какие-то решения или стратегию наших действий в дальнейшем. Поэтому, мне кажется, это очень важно и нужно. На мероприятии были вручены грамоты и выражены благодарности Лидской епархии, педагогам, работникам Лидского историко-художественного музея и тем, кто причастен к увековечению памяти защитников Отечества и жертв войны. Также участники рождественских епархиальных чтений были приглашены на концерт, подготовленный педагогами и учащимися Лидской детской школы искусств.